Девушки отдыхают Ладно, все, есть Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пригодится Девушки отдыхают 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 Есть. КОНЕЦ 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 Стрелять нечего. КОНЕЦ 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 Лом везде пойдет. КОНЕЦ 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 Ах, ничего ужасного. Порядок. Порядок. Пригодится. 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 Эх... Ээй... Чёрт, давай быстрее. Привет. Сейчас всё будет. Буду здесь, если понадобились. Сто лет провозимся. Давай, вали отсюда. Да, бывай. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер для собак за пределами Систерси. О, хороший выбор. Ага. У кого были хозяева, тех иногда навещали. Так-то лучше. Ясно. Как на людей. Пока. Вот. Ах! Продолжение следует... 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 Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я Дикон, они меня знают Просто держись подальше от дорог Девчонок. Теперь мое. Продолжение следует... Еще одно. Сейчас мы его спалим. Продолжение следует... 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 Ах... Эй, я пришёл проведать этого жирного лентяя. Ну чё, Бухарик, не надоело тебе валяться там, Бухарик? Дикон, тебе сюда нельзя. Эй, тихо, что происходит? Всё, Дикон. Он поправляется. Ему нужен отдых. Чё ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? Нет, Дик. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Нет, я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остаётся только ждать. Значит, ждать. Ждать. Дикон. Нет, это... Дикон, 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 стой, стой! Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Всё, валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я могу. Всё, иди. Ты уже сделал всё, что ты мог. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Пожалуйста, иди домой. Иди домой, Дикон. Дик, Дик. Ну что, жить будет? Да, он поправится. Просто надо пару дней подождать. Пойдём-ка со мной, я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьёзно, ты должен это увидеть. Короче, слушай, пару месяцев назад в лагерь приходил один намат, рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту. Он был там, в Ферволе, когда пошёл весь замес. Как-то ночью они ждали самолёт из Портленда, но он так и не прилетел. И он вёз груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да, 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 я про них. Короче, такое. Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим. Ну, короче, этот намат был в диспетчерской, когда самолёт просто исчез с радаров. Пуф только был, и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целёхонький. Типа, ну, управляемое падение. Парни наши сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Неа. Почему? Потому что старик против. Железный майк? А, понял. Упокоитель. Да ты на лету сечёшь. Всё. К западу от Айрон Ридж. Теперь принадлежит Карлосу и его банде весёлых лысых копников. И если они тебя там поймают... Короче, иди на север, брат. Потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, я понял. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усёк, брат? Во-вторых, ты же намат. Я же не могу бегать за тобой, как шестёрка и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить. Как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это всё, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!